Благодарю вас, милые дамы, и пока, по-моему, один джентльмен за вашу пунктуальность. Спасибо большое, потому что уважение к чужому времени – это такая очень хорошая коммуникационная характеристика, как мне кажется. Я постарался тоже не сильно задерживаться, украл у вас всего 40 секунд, но надеюсь их сегодня восполнить. Итак, позвольте представиться. Большинство из вас знает меня наверняка как агрессора, который снимается в основном в продукте сериальном, но снимается плотно в давнем и недавнем прошлом. Но мало кто знает, чем я занимаюсь в последние 8-10 лет. Занимаюсь я изучением своей профессии актерской вглубь. Один из моих мастеров называл эту профессию «человековедение». И, наверное, он очень прав, потому что, несмотря на то, что актерское мастерство дает возможность человеку воплотить некие подсмотренные образы на сцене, ну, как бы проиграть их, это профессия, которая позволяет очень глубоко исследовать механизмы человеческого взаимодействия. И это как раз предшествующий этап тому, что мы называем работой над образом, то есть воплощением роли. И мне этот процесс в какой-то момент стал очень любопытен, потому что среди людей, которым я так или иначе помогал, своих друзей, близких, знакомых, запросов было много совершенно разных. От того, как помочь с публичным выступлением, до того, как выстроить танцевальный номер по режиссуре. И сталкиваясь с такими вызовами, я понял, что те знания, которыми я обладаю, могут пригодиться не только тем людям, которые хотят стать актерами, хотят выйти на сцену, но и будут очень полезны в жизни практически каждому человеку. Поэтому человеков ведение в данном смысле я рассматриваю широко. Это отчасти и психология, это отчасти и физиология, и психофизика, и нейролингвистика. И много-много можно назвать наук, которые затрагивают эту тему. В конечном счете весь этот объем информации, которые я сейчас пытаюсь перенаправлять в различные узкие русла, дабы, как говорят маркетологи, сформулировать результаты и удовлетворить запросы аудитории. И у нас с вами сегодня встреча такая, как мне кажется, будет взаимовыгодная в формате диалога. Потому что я нахожусь, несмотря на то, что достаточно длинительное время, но признаю это в процессе поиска, потому что я не нашел до сих пор универсальной формулировки, которая могла бы помочь всем. Потому что мне кажется, что область, которой я занимаюсь, она глубоко индивидуальна. То есть это не столько предмет, который преподается и усваивается, это предмет, который позволяет изучать себя и находить из достаточно широкой палитры инструментов те инструменты, которые помогают раскрыться именно вам. Это касается и голосовых возможностей, это касается и других особенностей, которые мешают или препятствуют вам в процессе общения в жизни, в заявлении о себе, в публичном пространстве, где бы то ни было. Поэтому мне будет очень, конечно, любопытно послушать ваши вопросы и выслушать ваше мнение относительно того, что вы услышите. И будет любопытно, если вы вопросы-запросы озвучите. То есть чем больше сегодня будет от вас, ну давайте маркетинговым языком назовем это, озвучено более, тем это полезнее будет встреча мне. А чем будет больше вопросов задано, соответственно, тем будет полезнее эта встреча вам. И давайте, наверное, чтобы таким образом разграничить кардинально на две части нашего выступления, я дам то, что мне хотелось бы вам преподнести в качестве определенного подарка, возможно, какие-то вещи вам покажутся не новыми, может быть, что-то вы услышите в первый раз. Я сформулировал сегодняшнюю нашу встречу, заголовок, он и до 10 инструментов эффективной коммуникации. И это будет такой теоретический базис, после которого я с уверенностью смогу сказать, лекционная часть закончена. Постараюсь уложиться я минут в 10, ну максимум в 15. И мы перейдем к вашим вопросам и, возможно, к разборам каких-то ваших ситуаций, если они есть конкретные, инструментами моей работы, моей науки. Как я это вижу и как это работает в том контексте, насколько я за последние 30 лет успел эту науку изучить. Давайте, если возможно, дайте какую-то реакцию, что можем мы начинать, вам интересно. Спасибо большое. Кивнуть, улыбнуться – это тоже здорово. Если у кого-то, кто сейчас не подключен по видео, есть возможность подключиться, лучше сделайте это. Хотя уважаю, возможно, кто-то в пути, в дороге, понимаю, не настаиваю. Давайте тогда так. Пускай это будет в некотором смысле под запись, можете фиксировать какие-то моменты себе. Это я, собственно, и очень сильно за, чтобы вы записывали, черкали, потом переписывали, потому что наша память очень плотно связана с мелкой моторикой, как вы знаете. И потом, опять же, если вы будете что-то фиксировать, проще будет ввязаться с вопросами за эти моменты. Итак, 10 инструментов эффективной коммуникации. Не зря я попросил вас о том, чтобы вы включили камеры и благодарен тем, у кого они работают, потому что самое важное, на мой взгляд, что есть в коммуникации, это визуальный контакт с вашим визави, с аудиторией ли, с единственным человеком, который сидит напротив вас. Это контакт глаза в глаза. Существует много мнений по этому поводу, да, а стоит ли смотреть в глаза, не стоит ли смотреть в глаза. Однозначно нужно наладить контакт. Разумеется, взгляд прямой – это достаточно сильный инструмент, и пользоваться им нужно аккуратно. Но взгляд, направленный на вашего собеседника, не только когда вы говорите, а когда вы молчите, он транслирует очень серьезную вовлеченность. Он налаживает такой мостик, который обеспечивает доверительность и безопасность вашей коммуникации. Если я направлен своим взглядом, своим сердцем, своей душой в сторону партнера, естественно, это считывается как готовность к коммуникации. Если я прячу глаз, если я очень часто ищу что-то внизу, или смотрю поверх человека, или изучаю какую-то его часть, как ни странно, это считывается как невнимание и неуважение. Хотя мы можем не подозревать об этом и не иметь это даже в виду. И здесь есть важный момент, о котором я хотел сказать. Если вы заметили, я сейчас сознательно веду трансляцию и на вас, глаза в глаза. Сделать это достаточно просто. Я уверен, что многие из вас работают после ковидно перенесенной нашей беды в онлайне и знают, что и в онлайне визуальный контакт тоже важен. Для того, чтобы его поддерживать, достаточно вещать не на экран, то есть не на себя любимого, которого вы видите в окошечке, или на клиента, или на партнера. В маленькую черную дырочку, которая находится рядом с зеленым огонечком на вашем компьютере или на вашем телефоне. Тогда возникает эффект работы с камерой. Работа с камерой напрямую и, естественно, работа с человеком, с которым вы общаетесь. Здесь, к сожалению, в онлайне приходится включать воображение, потому что если оно у вас развито, и если вы можете себе представить ту аудиторию, которой вы вещаете, конечно, объем эмпатии вашей несколько растет. То есть я вас сейчас вижу, но при этом еще и представляю для себя некий зал, в котором сидит около 30 человек и с которым я общаюсь. Но, говоря о визуальном контакте сейчас, я иногда все равно буду убегать на вас, смотреть на экран, потому что какая-то у нас с вами будет диалоговая история. Так что в данном конкретном случае простите меня как тренера. Я говорю об этом открыто. Иногда, когда я работаю с группой, я не держу все время визуальный контакт. Мне нужно следить за динамикой. Но визуальный контакт – первая история. Хотя у большинства людей эта история обозначается, к сожалению, как проблема. Потому что мы либо стесняемся смотреть в глаза, либо боимся нарушить чужие границы, либо чувствуем неуверенность в тот момент, когда нам необходимо наладить зрительный контакт. А между тем, это вот та самая первая ступенчика, которая обеспечивает эффективную коммуникацию – визуальный контакт. Следующая история, о которой я хочу сказать, она, с одной стороны, таит в себе долгие годы практики, с другой стороны, до безобразия проста. Первый раз о ней заявил, пожалуй, Корнеги, говоря о том, что хорошо бы людям, с которыми вы общаете, улыбаться. Но, к сожалению, эта рекомендация претерпела такую трансформацию в западном мире, что превратилась в корпоративную улыбку. То есть маску. Маску благожелательности, с которой мы смотрим на мир. Несмотря на то, что у нас там происходит за шторками этой улыбки. И здесь есть как раз нюанс. То есть улыбка сама по себе, физиологическая, она не обеспечивает той благожелательности, которая располагает партнеров в коммуникации. Я бы сказал здесь об улыбке изнутри. В актерском мастерстве есть такое понятие, как внутренние действия или отношения. Отношения наверняка вам гораздо более понятная и вменяемая история. Как я сейчас отношусь к своей аудитории? Я хочу выстроить с ней барьер. Или я хочу понять, что им нужно. Или я просто благожелательно вещаю с определенной степенью расположенности на аудиторию, которой хочу помочь. И если вы попробуете поймать меня на этом, то вот та самая внутренняя улыбка у меня существует. Потому что по отношению к вам я себя настроил достаточно благожелательно. Сегодня я готов помогать, я готов общаться. Я открыт, я не боюсь. Поэтому мне просто обнимать вас вот этим ощущением, отношением изнутри, позитивным. И совершенно не обязательно улыбка должна сиять у меня на устах. Это история, которая идет изнутри, которая продиктована отношением, которая продиктована вектором действия, которое я совершаю в вашем направлении. И мне помогает обрести определенную уверенность, ну и веру в себя, да, то, что нам всегда необходимо, когда мы волнуемся, вещая на большой аудитории. Улыбка внутри, да, второй вариант, о котором я хотел сказать. Далее давайте, наверное, тоже скажу о такой штуке, с которой я сталкиваюсь часто. Особенно, когда ученики обладают какими-то уже данными или опытом в публичных выступлениях. И это самое страшное, потому что переучивать всегда сложнее, чем строить что-то с нуля, чем учить заново. И очень важная вещь, которая в общем сопряжена с первыми двумя, о которым я говорил, это фокус внимания на партнере по коммуникации. Если совсем узко и емко, собой мы занимаемся до того момента, как мы вступили в коммуникацию. То есть мы занимаемся своим текстом, своей темой, подготовкой к выступлению, внешним видом, психологическим состоянием. Но в тот момент, когда вы вошли в коммуникацию, единственный человек, который вас должен волновать или группа людей, это те люди, которые перед вами. Занимаясь и ораторским искусством, и искусством коммуникации, и актерским мастерством, я с самого первого занятия говорю об этой штуке. Называется она «Фокус внимания на партнере». Чтобы вы понимали, мы вынимаем фокус внимания из себя и переносим его в зрительный зал. Мне интересно, что интересно вам. Чем я могу быть полезен? Как вы реагируете? Вы слушаете? Вы не слушаете? Вы вовлекаетесь ли? И это мне помогает корректировать выступление и думать о деле, а не о том, как я выгляжу. Тоже без ложной скромности скажу, что я давно с комплексом оценки сторонней покончил, но это достаточно частая проблема у многих людей, которые выходят в публичное пространство. А как на меня посмотрят? А как оценят? Вот для себя необходимо уяснить, что эти вопросы хорошо бы оставлять на рефлексию до начала коммуникации или после нее. В момент коммуникации будет честно, если вы будете заниматься аудиторией. И тогда вы будете восприняты очень благожелательно. И тогда вы будете чувствовать себя очень уверенно. На занятиях по актерскому я выстраиваю упражнения таким образом, чтобы было понятно, что такое фокус внимания на партнере. Потому что у вас в внимании просто не остается места для внимания себе, для того, чтобы заниматься собой. Я таким образом у студентов занимаю весь спектр отвлекающих моментов и тех моментов, которые организовывают их деятельность в упражнении, что они о себе забывают. И вот это чувство, оно очень хорошо воспринимается, тренируется именно на упражнениях по актерскому мастерству. Фокус внимания на партнере. И давайте, наверное, после этих трех моментов нырну в межличностную коммуникацию, то есть то, что может нам помогать в обычной жизни. Не только в коммуникации с коллегами, не только в коммуникации с аудиторией, но в первую очередь в коммуникации с нашими близкими. Потому что, как мы знаем, самые близкие люди – это те люди, которые, к сожалению, в большей степени могут нас задеть. Потому что мы к ним открыты. И это те люди, которых, к сожалению, задеть можем мы. И вот здесь возникает такой момент, который я только включаю в свою систему, называется он «экологичность» в моей интерпретации. Проще говоря, это экологичность – это степень того, насколько с вами приятно общаться. Какое ощущение вы оставляете после себя, после взаимодействия с вами. И вот одна из классных вещей, которые я с огромным удовольствием использую и в своей практике, и доношу до учеников – это «я-высказывание». Скажите, кому знакома эта история? Можно прямо поднять руку. Что такое «я-высказывание»? Раз, два, все. Три, четыре, пять. Пять. Хорошо. Из пятерых, как часто вы этим пользуетесь? Поднимите кто-то. Пользуйтесь часто. Поднимите руки, пожалуйста. Очень часто, часто, да. Ага. Кто-то из вас может сформулировать, что такое «я-высказывание»? А давайте. Вы помните Евгения Ващенко. Здравствуйте. Я хотела стоп показать, стоп процентов. Но это долго пришлось бы двигать руками. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, участники. Очень приятно всех видеть. Александр вчера смотрел с вами такую интересную, просто интереснейшую для меня встречу с вами. Была просто в восторге. В два часа ночи. Что такое «я-высказывание»? Когда мы сообщаем партнёру по коммуникации не напрямую, что ты сделал то-то, то-то. Мы говорим, я грущу, потому что сегодня ты пришёл позже домой. То есть таким образом мы не задеваем партнёра и не нападаем на него, а сообщаем о том, что нам плохо или грустно. То есть мы говорим о своём состоянии. Такое ненападение, скажем так. Но передаём информацию, что хотели сказать. И желательно в конце этого «я-высказывания» сообщите, как бы нам хотелось, чтобы было. Ну, допустим, я грущу, потому что ты сегодня вернулся поздно, я переживала. Было бы хорошо, чтобы… Ну, это было своё время. Ну, к примеру, вот если в отношении ребёнка пришедшего после десяти вечера. Вот. Хорошо, спасибо большое. Я понимаю, это «я-высказывание». Да, благодарю вас. В общем, действительно так это и есть. «Я-высказывание» — это индульгенция на то, чтобы в момент коммуникации открыто говорить о своих ощущениях. Потому что когда вы говорите не о ситуации, а о человеке, который якобы вас обидел, ну, давайте негативную сначала коннотацию возьмём, вы таким образом его обвиняете в том, что он стал причиной каких-то изменений в вас. Когда мы используем «я-высказывание», я говорю о том, что происходит со мной. Человек, с которым я общаюсь, он может косвенно послужить этому причиной. Но когда мы говорим о фактах, мы называем ситуацию, как она есть. Что происходит? «Дорогой, когда ты приходишь поздно, я очень сильно волнуюсь. Меня это беспокоит, я потом не могу заснуть». И, как правильно Желания сказала, закрепляем мы эту историю пожеланием понятным и удобным. Нам хотелось, чтобы эта ситуация разрешилась в будущем. Но в чём заключается плюс «я-высказывание», помимо всего прочего, с ним невозможно поспорить. Потому что когда вы человеку говорите «из-за тебя, из-за того, что ты опаздываешь, я плохо себя чувствую», тут человек может поспорить. Он тут ни при чём. Были обстоятельства. Опять же, он в определённом состоянии, вы в определённом состоянии. Возникает спор. Когда вы говорите о себе, кроме вас лучше никто не сможет почувствовать, что с вами происходит. Поэтому таким образом вы себя застраховываете от возможности возникновения спора. То есть тут нет почвы. И плюс ко всему, действительно, вы не нападаете на партнёра. То есть у него не возникает защитной реакции. У этого инструмента достаточно широкий спектр использования. Но если вы возьмёте его на вооружение, я уверен, очень серьёзно наладится взаимоотношения с людьми, с которыми они до сих пор были напряжёнными по той или иной причине. А с теми, с кем они были хорошие, я уверен, что усовершенствуется до состояния 100% идеальность. Спасибо, Жень. И ещё к этому я хотел бы добавить ещё один ключик эффективной коммуникации, который мне очень нравится и который я люблю использовать. Скажите, пожалуйста, что плохого в такой формулировке? Я всё понимаю, это очень интересно, вы замечательно рассказываете, но мне кажется, что я бы хотел узнать что-то ещё. Вот предположим, в этой формулировке какая может крыться негативная коннотация, когда использую союз «но»? Как вам кажется? Есть ли у кого-то версии? Поднимите руку, предположите. Что плохого в союзе «но»? Да, айфоша, хорошая подпись, давайте с вами пообщаемся. Союз «но» обесценивает первую часть произнесённого. Совершенно верно, совершенно верно. То есть какие бы дифирамбы вы человеку не пили, как только вы говорите «но» на нейролингвистическом уровне, вы перечёркиваете все достоинства и бонусы, которые перечислили до этого. Человек считывает это как негативную коннотацию. И здесь есть очень хорошая замена. Даже если что-то происходит не так, мы можем полностью негативно выстроить первую часть. Я понимаю, что ты не успел к сроку. Я понимаю, что работа не выполнена, и мы не получаем всей командой тех бонусов, которые мы заслуживаем. И вместе с тем, я смею надеяться, что это больше не повторится. Смотрите, что происходит. На том же самом нейролингвистическом уровне мы принимаем то, что происходит до этого, и присвокупляем к этому наше мнение. Опять же, очень похоже на «я» высказывание. И формулировка «заменяющая но» становится очень оптимистичной, открывающей и обнадёживающей, и выстраивающей коммуникацию дальше, а не ставящей её под угрозу. Особенно если вы коммуницируетесь с человеком, который может интерпретировать ваше высказывание по-разному, то есть который не знает вас достаточно хорошо или обидчивый. Вот «союз но» очень опасно, а соединительная связка и вместе с тем она очень хорошо открывает ухо на языке маркетологов. Окей, за 15 минут не справился я. Мы с вами на рубеже. Осталось 5 фишечек. Давайте по ним пробегу и перейдём как раз к обсуждениям. Ещё вещь, которую я хотел бы с вами поделиться, это величайшее, на мой взгляд, орудие оратора. Все о нём знают. Это пауза. Использовать мастерски паузу нужно уметь. Пауза – это королева всех речей, любой коммуникации и любого выступления. Об этом я могу говорить долго-долго-долго-долго. Сейчас хотел бы именно сосредоточиться ваше внимание на одной фишечке, которая позволяет вам также выстраивать доверие и безопасность коммуникации, к чему мы, собственно, и стремимся. Чтобы человек, с которым мы взаимодействовали, он хотел с нами продолжать общаться дальше. Постарайтесь выдерживать паузу в две секунды. Ну, кстати, вот эта история есть в анонсе как раз нашего с вами сегодняшнего мероприятия. Постарайтесь выдерживать паузу в две секунды после того, как человек закончил излагать свою мысль. Потому что иногда коммуникатор, находящийся напротив вас, может слегка зависнуть, ища формулировку. А вы тут же вступаете, перетягивая инициативу на себя. Или он не закончил мысль, а вы тут же вступаете и начинаете говорить «а у меня», «а я» и так далее. Человек робкий, человек ненастойчивый, закрывается в такие моменты. Если мы позволяем себе дослушать до конца мысль, дослушать до конца вопрос и выдержать вот эти технические две секунды, поначалу они будут технические, потом вам идеально будет удаваться их заполнить. Потому что в эти две секунды мы размышляем, что сказать дальше. Но чисто технически остановить себя и выдержать две секунды, вот это правило обеспечивает успех коммуникации с вашей стороны. Это дает возможность и человеку высказаться, это дает возможность и вам подумать, это дает возможность и набрать весомости в вашей коммуникации. Потому что человек, который говорит спокойно, неспешно, нерасторопно и слушает собеседника, внушает больше доверия. Согласитесь. Я вынужден сегодня говорить чуть-чуть быстрее, потому что нужно много успеть. С двумя секундами ясно. Идем дальше. Очень хорошая штука тоже. Ну, опять же, если психологи, я так понимаю, психологи присутствуют в большинстве своем в нашем клубе сегодня, знают эту историю, но немногие используют ее вне, скажем так, психологической практики, это разрешение на обратную связь. Зачастую мы готовы дать совет или начать решать проблему человека до того, как он об этом попросил. Я здесь не буду развивать тему разного воспринятия у мужчин и у женщин. Можно почитать это все в книжке «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Но как бы то ни было, если взять себя за правило останавливать себя в тот момент, когда вам хочется дать оценку происходящему или совет, или хотя бы, если очень хочется этого, или если этого требует ваша коммуникация, запрашивать разрешение на обратную связь, если позволишь, я готов дать тебе рекомендацию. Если позволишь, я бы хотел откомментировать, что ты сказал. Тогда, опять-таки, доверие и безопасность нашей коммуникации, которые являются залогом успешной коммуникации, сохранятся, а то и преувеличатся. И сразу следом за этой историей разрешение на обратную связь возьмите себе за правило тоже такая хорошая штука, которую я подхватил и использую, и предлагаю использовать и всем своим ученикам. Это правило пяти минут. Если вы хотите сделать замечание кому бы то ни было, близкому человеку, ну, как правило, это близкий человек, редко мы решаемся на то, чтобы какую-то рекомендацию дать по устранению неполадок человеку не сильно близкому, правило пяти минут говорит о следующем. Если человек может этот недочет исправить в течение пяти минут, есть смысл о нем говорить. Это мы говорим о публичном пространстве, то есть когда вы находитесь в кругу людей, когда у вас больше двух хотя бы. Ну, то есть публичное место, ну, предположим, какое-то там торжественное событие дома, когда вы не один на один. Потому что за пять минут человек может эту историю устранить, ему это будет полезно. Если это устранить за пять минут невозможно, пожалуйста, сделайте вид, что вы этого не заметили. Потому что это будет человека раздражать до конца мероприятия. Он не сможет ничего с этим делать. Понятно, что грамотный коммуникатор сможет с этим смириться. Но если вы подсветите ту вещь, которую человек не сможет исправить, вы испортите ему жизнь. Нанесете пользу и причините любовь. Правило пяти минут. Ну и подводя, опять-таки, к нашей второй части, еще две фишечки, о которых хотел я сказать. Важно понимать, но наверняка те из вас, кто занимается циномическими профессиями, то есть общается напрямую с людьми, с клиентами, знает, что коммуникация – это всегда диалог. Причем в широком смысле этого слова. Совершенно не обязательно постоянно давать слово аудитории, но понимание того, что даже самое длинное выступление, любое, оно имеет диалогический характер, когда вы оставляете партнерам окно для того, чтобы они имели возможность захотеть вам ответить. Коммуникацию выстраивают куда более интересно и доверительно. То есть вы можете применять инструменты диалогизации, как мы сегодня чуть-чуть попробовали, включить одного, включить второго, попросить о какой-то реакции. А можете ограничиться историческими вопросами. То есть когда вы тему подвешиваете и даете небольшую паузу, для того, чтобы человек сообразил, что ему с этим делать. И понимание того, что любая коммуникация, даже монологическая, это диалог, она очень сильно помогает разнообразить ваше взаимодействие с внешним миром. И, наконец, самая главная история, о которой я бы хотел сказать, подводя к нашей QR-сессии дальнейшей, что вопросы – это самый главный двигатель коммуникации. Кто задает вопросы, тот управляет коммуникацией. Если мы говорим о выступлении перед аудиторией, если мы говорим о переговорном процессе, если мы говорим о презентационном процессе, если русло задавания вопросов, выбранное вами, вами же и управляется, тогда вы управляете коммуникацией. Если же вопросы задает аудитория или ваш оппонент, то вы становитесь ведомым человеком и вернуть эту историю становится гораздо сложнее. Поэтому всегда, когда вы выходите на аудиторию, имейте в запасе вопросы, которые вы могли бы этой аудитории задать. А еще лучше иметь на них ответы. Но это уже вопрос подготовки к публичному выступлению. На этом у меня все сегодня. Надеюсь, я вас не утомил за это недлинное время. И готов выслушать ваши вопросы, комментарии и рекомендации. Давайте, знаете, каким образом организуем эту историю? В Zoom это достаточно просто. Я вижу у вас, у нас не так много практически всех в окошке. Можно поднимать руку, если у кого-то есть желание задать вопрос или поделиться комментарием. Или можно также в панели управления Zoom поднять желтую ладошку. Да, спасибо большое, Жень. Вот таким образом, как это Евгения Ващенко сделала. И тогда автоматически мы выстроим очередь, кто за кем будет совещаться. То есть чатом мы сегодня пользоваться не будем, будем общаться вживую. Хорошо? Поехали. Евгения, вам слово. Александр, безумно интересно. Очень благодарна вам за эту информацию. Наверное, самое яркое, что мне... Ну, это и впервые, наверное, я так услышала четко, вот этот инструмент и вместе с тем. Потому что оно настолько всегда режет, и думаешь, как же уйти от этой фразы, не фразы, а от этой частички, которая прям болезненно иногда звучит и мешает дальнейшему построению каких-то процессов с партнёром. Благодарю вас, буду пользоваться. Прям для меня это прям золото. Про паузу. Кажется, вроде бы мы всегда слушаем человека, и вроде бы оставляем это время, а вот когда вы на этом акцентировали внимание, я думаю, надо прям понаблюдать. Может быть, и не оставляется время. Особенно, знаете, когда точно не оставляется, когда мы слушаем кого-то, кто младше нас по иерархии. Ребёнок ли, младший сотрудник. То есть вот здесь вот прям тоже очень благодарна вам, что вы подсветили это, потому что, наверное, раз это мне как-то запало, резануло слух, значит, скорее всего, у меня есть с этим сложности, буду работать над этим вопросом. Если взять из вопросов, которые я вам хотела задать, он такой, знаете, специфический, в каком плане? Однажды в жизни у меня была ситуация, когда мне пришлось использовать актёрское мастерство. И в этом случае вообще было, конечно, здорово и интересно, но... Опять но, да? Нет, но здесь но очень даже к месту, когда вечером я возвращалась в свою роль, Женя, Ващенко, у меня просто мозг вот ломался вот так вот. То есть целый день я жила в одном, потом мне приходилось резко меняться опять на себя. Как вы, как актёры, вот вас этому, конечно, учат, тренируют. Мне интересно, как у вас это происходит, потому что это, с одной стороны, знаете, мне понравилось это состояние, такая авантюра управляемая, то есть вот кайф. Но с другой стороны, понимаешь, что где-то, наверное, это не очень, как вы сказали, экологично для психики, что ли. Как вы к этому относитесь? Женя, спасибо за вопрос. Знаете, я с этим столкнулся очень плотно, когда я понял, что это имеет место быть, что я не настолько неуязвимый, как мне кажется, в своей профессии, когда, опять же, настали ковидные времена и когда пошли онлайн-консультации одна за другой. То есть, когда у тебя перерыв между клиентами 5-7-10 минут, а надо перестроиться, а это разные люди, а с каждым из них своя подстройка по взаимодействию. Здесь понимаешь, что это немножко тяжеловато. И да, этот момент есть, когда вы играете одну социальную роль, а потом возвращаетесь к себе любимой обратно, этот момент перехода требует определенного выплеска энергоэмоционального, потому что, насколько я знаю, это связано как раз с гормональной деятельностью, гормонными нейромедиаторами, которые подтверждают, скажем, ту или иную нашу роль, подкрепляют ее уверенности. При переходе они никуда не деваются. То есть, взять и выключить их невозможно. Но в зависимости от того, какой ролью вы занимаетесь, какой у нее вектор, агрессивный или пассивный, или сверху, или снизу, нужно искать, как мне кажется, способ сброса. Для меня лучший вариант это спорт. Спорт или быстрая физическая нагрузка. То есть, как правило, кортизол и избыточный адреналин или норадреналин, он сбрасывается через физическую нагрузку. Если есть возможность сходить в зал, если есть возможность в моменте быстро поотжиматься, то есть, мы избавляемся от излишнего количества вот этих нейромедиаторов в сети, тогда перенастраиваться получается проще. Если мы говорим глобально о перестройке, ну, мне кажется, стоит внедрить какой-то момент между одной и второй ролью опытным путем, проходя через который вы будете вот как раз переодеваться, да, условно говоря. Но тот, который будет приятно это сопровождать. То есть, это может быть бассейн, это может быть спортивный зал, это может быть прогулка, это может быть заход в магазин, это может быть примерка какой-то вещи, ну, то есть, этот процесс надо подобрать, тут нет универсальной вещи, но однозначно есть смысл искать способ себя переключать экологично, для того, чтобы не приходилось потом восстанавливаться долго, чтобы не копить это. Выход, опять же, после длительного количества коммуникаций, он один, то есть, я долго-долго-долго общаюсь с людьми, потом мне не так долго, но какое-то время нужно помолчать. Поэтому я очень люблю читать в одиночестве и гулять в одиночестве или молчать с любимым человеком, это тоже очень помогает. Вот, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, ответили, благодарю вас. Спасибо. Анастасия, у вас, по-моему, следующий возник вопрос. Да, Александр, я сразу перейду к вопросу, потому что таких эпитетов восхитительных много, я их оставлю уже на обратную связь. Спасибо большое. На конец коммуникации, чтобы успеть задать вопрос. Мне интересно, мне кажется, нашей сегодняшней аудитории тоже, потому что, ну, кто-то выступает публично, кто-то нет, но все мы сталкиваемся с чем? С во мнением. Иной раз бывает человек, личность напротив нас, но такая она елкая, и вроде ты подготовился, знаешь, что сказать. И я это называю такой синдром белого листа, то есть ты в моменте просто ты не помнишь, как, наверное, актеры не помнят роли, а мы не помним, собственно говоря, что, что как вот, то есть настолько емкая личность. Есть ли какие-то лайфхаки или моменты, которые собирают быстренько, то есть ты можешь дальше продолжить коммуникацию, будь то зал огромный, будь то человек напротив, то есть вот может быть нам удастся услышать и написать шпаргалку для себя. Буду очень благодарна. Хорошо. Настя, я понял вас. Здесь, к сожалению, и таками не обойтись, потому что их надо разбирать и пробовать. Это вот серьезный раздел у меня в курсе ораторского мастерства по познавчинам. Именно борьба с волнением, борьба со страхами, точнее мы называем это борьбой, потому что такой запрос приходит, а на самом деле это присвоение этих моментов. То есть первая история, на которой мне хочется сказать, что у нас волнение или страхи, они происходят на трех уровнях. Мы очень сложные существа психофизиологически. То есть в этом участвуют всегда три элемента. Это тело, то есть физика, это эмоциональное состояние, психоэмоциональный страх, предположим, давайте возьмем, волнение, действуалентность страха, и это мыслительная деятельность. То есть когда за счет двух первых у нас идет вброс гормонов, который блокирует разум. И на каждой из них есть, конечно, методы, каким образом собрать себя в кучку хотя бы перед выступлением. То есть определенная последовательность, как успокоить тело, как успокоить психику, как привести в порядок мысли. Давайте я отвечу, наверное, узко на тот вопрос, который вы задали, как это сделать в моменте. В моменте есть очень классный способ, который мне часто помогает. Это сторонняя фактура. Вот если вы смотрели фильм «Начало», там про сон во сне, там у героев у каждого была какая-то, вот у меня сейчас в руках ручка, была какая-то штучка, которая им позволяла вернуться в реальность. То есть они понимали, где они. И поначалу я ученикам советую, которые выходят первые разы на аудиторию, позволить себе что-то с собой взять. То есть это может быть ручка, это может быть кликер, это может быть блокнот. То есть что-то, что вы осязаемо можете чувствовать, что вернет вас к реальности. Это как раз то, что позволяет собрать мысли в кучку, позволяет не растеряться, не взорваться. Раз. Это первый момент. А второй есть момент очень интересный. Простите, милые дамы, он несколько пикантный, но очень точно подмеченный один из моих коллег, которого вот этот лайфхак я подхватил и периодически его использую. Это прием, называющийся вишневая косточка. здесь это как раз история про не столько тактильную историю, сколько промышечную. То есть если простите ради бога еще раз, если вы представите, что между ягодицами вы пытаетесь удержать вишневую косточку, они совершают некое движение сокращающееся. Это способ в магните вернуть ощущение своего тела. во-первых, это все-таки будет такая штука, которая напомнит вам про то, что надо держать осанку, про то, что вы здесь, что вы есть. И это то, что отвлечет на себя внимание, которое забирает волнение. То есть это как раз момент физиологический в том числе, внутренний, помимо тактильного. Вот это две вещи, о которых мы говорим, которые я советую в самом моменте. Но честно говоря, конечно, делится момент процесс работы с волнением, со страхом и с возникновением этого белого листа аж на четыре стадии больших. То есть это проработка сильная, установочная, это момент подготовки, это момент проверки выступления, и это момент непосредственно в моменте, простите за тавтологию такое, это непосредственно процесс выступления, и это рефлексия после, даже пятый момент. И если мы это регулярно мониторим, если мы этим занимаемся, то эффект как раз общий, и возникает привыкание, непривыкание, скажем так, примирение с этим процессом, потому что от волнения невозможно избавиться. Ну, невозможно. Если ты не волнуешься, значит, ты умер. У актеров говорят, если ты не волнуешься перед выходом на сцену, пора уходить из профессии. Это абсолютно нормально. Но вот каким образом произвести это волшебство, превратить волнение в кураж, вот этот путь проходит каждый с учителем, с наставником и находит инструменты для себя. Вот в этом, собственно, и заключается моя функция, когда я работаю со своими учениками в личной или работе, в групповой или не просто предоставить инструменты, не просто дать готовые решения, не просто нарративно сказать, что это так работает, а попробовать вместе найти, а как это работает именно у вас, а как к этому прийти, а в какой момент вам необходимо именно вам это применить. Поэтому сколько бы я инструментов не перечислял, нельзя сказать, что они будут универсальными. Нужно пробовать их, нужно их пробовать в сочетании. Вот как раз про ораторское я об этом говорю. Ответил, Надеюсь, Настя? Огромное спасибо. Вот, шпаргалка готова. Благодарю. Идем дальше. Если не ошибаюсь, Юля Исаева подняла руку. У меня вопрос такой. Коммуникация это участие двух сторон. И предположим, что с моей стороны я соблюдаю инструменты эффективной коммуникации, а человек напротив никак не соблюдает никакие инструменты эффективной коммуникации. Как в таком случае построить эту самую эффективную коммуникацию? Смотрите, простите, пожалуйста, Юля. Юль, я вам так скажу, что это действительно, конечно, целый процесс. мне в этом смысле нравится такой иллюстративный инструмент, как бустонская матрица. Один из моих учителей тоже интересный привел пример. С ней я его подстроил под свою структуру и считаю, что после того, как я вам приведу ее, вы по-новому посмотрите на то, что я сейчас скажу. Грамотный коммуникатор должен принимать всю ответственность за коммуникацию на себя. То есть, если вы называете себя эффективным коммуникатором, вы от и до контролируете коммуникацию. Но у каждого коммуникатора есть четыре ступеньки развития. Первое, это я изучаю себя, что я, как я могу, как я слышу, как я работаю. Второе, это я изучаю партнера. То есть, я в процессе коммуникации помимо себя могу замечать, что с ним происходит, какие у него чувства, какие ощущения, какие движения происходят. Третья стадия, это когда я могу менять себя под партнера. То есть, я могу подстраиваться, зная себя, зная партнера, умея его считывать. Я обладаю навыками, которые позволяют мне подстраиваться под партнера. И четвертая история, это когда я могу застроить коммуникацию со стратегической точки зрения таким образом, чтобы партнер с позиции выигрыша шел вместе со мной в том направлении, в которое мне необходимо. Изначально мы, конечно, говорим о том, что это не вопрос манипуляции, а это вопрос позиции win-win. То есть, когда вы преследуете общие цели, и что каждый из участников коммуникации выйдет в выигрыше. И вот четвертая фаза, это высший пилотаж. Я вам честно скажу, я вот только-только к ней подхожу сейчас. Изучая свою профессию, изучая то ремесло, которое мне интересно. И, разумеется, всегда есть, чему поучиться. Поэтому, как быть, пытаться управлять коммуникацией. Потому что, если вас человек раздражает, если он ломает эту коммуникацию, а вы не справляетесь, значит, из нее надо выходить. Или принимать то, что есть. В импровизации, в речевой импровизации есть такой классный принцип «да и», который очень сильно примеряет с любыми, простите, факапами, которые происходят в коммуникации. Любую, не любую неудачную коммуникацию мы можем превратить в тренинг. Так, я не знаю, как с этим быть, но попробую. Да, это может быть. Да, человек рушит коммуникацию. Ну, давай попробуем идти дальше. Здесь очень спасает первый закон логики речи и вообще любого выступления, актерского мастерства. Это самый первый закон, закон сверхзадачи. А зачем вы вступили в коммуникацию? То есть, она вам важна, вам нужно дотянуть ее до конца. Или вы безболезненно для себя можете ее покинуть. Если возникает абьюз, если возникает троллинг, если возникает открытая провокация, и вы понимаете, что последствия менее ценны, чем ваши цели, поставленные на коммуникацию, покидайте коммуникацию. Берегите себя, берегите свои нервы. А если вы понимаете, что это такие вещи, которыми можно управлять, тогда берите на себя ответственность за них. Ответил? Хорошо, прощайся. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос. Марина Овчукова. Здравствуйте, Марина. Александр, добрый день. Сегодня слушаю ваше выступление «Бальзам на душу». Особенный момент, вообще вся эта встреча. А момент про улыбку, внутреннюю улыбку, это отдельный факт. Факт, один момент, просто поясню. Я являюсь бизнес-тренером и длительное время работала в крупных холдингах, где усердно заучивали одевать эту маску, улыбки вот этой ситуации. И вот здесь у меня встречный вопрос к вам, к преподавателю. Как вы поступаете в той или иной ситуации, когда заходите в банк, в крупную компанию, еще куда-то, и видите такое поведение сотрудников. Какой у вас, может, самый такой нестандартный пример есть, повести, поведение их. Какого-то можете поделиться, сказать, пожалуйста, личную копилку хотелось бы взять. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос большое, Марина. Я издалека начну. Это действительно такая штука с масками, она очень сложная. Я все время с ребятами, которые даже актерством приходят учиться, начинающие актеры, я с них вот снимаю прям эту стружку, а эх, я сейчас сыграю. Потому что я говорю, невозможно про маску знать все. Маска должна прирастать годами, если вы филигранно в ней выступаете. Потому что про маску, вы знаете, гораздо меньше, чем про себя любимых. И когда мы говорим тоже с руководителями, с людьми, которые имеют определенную цену за неудачную коммуникацию, которую мы придется заплатить, и поэтому они приходят точить эту историю, я говорю о том, ребят, мы не будем с вами мастерить маски. Мы будем сейчас заниматься двумя вещами. После диагностики либо мы из 17-гранного алмаза, которым вы уже являетесь, будем гранить 57-гранной по новой системе, либо те 57 граней, которые у вас есть, мы будем натирать полироличкой, чтобы вы учились этими гранями по-разному поворачиваться к людям, но оставались с собой. Потому что, когда возникает вот эта корпоративная этика, плохая корпоративная этика, без подстройки искренней, открытой к каждому человеку, это считывается как фальш. Мы не можем долго удерживать на себе маску. Поэтому, конечно, хорошо бы каждый раз искать какое-то проявление свое в отношении того, с чем мы соприкасаемся или с кем в коммуникации. А относительно того, как я приспосаблюсь, я обезьяна. Вот в чем дело. В силу своей профессии я очень быстро адаптируюсь к человеку, с которым общаюсь. То есть, прости, господи, я знаю, что существует матерный язык, я умею на нем прекрасно разговаривать. Если это необходимо, если я понимаю, что на другом языке человек не понимает. Мне нужно наладить контакт с ним на его уровне, а потом спустить на свой. И это тяжело. Есть, знаете, такой дядька, который написал книжку Дионетика, Рон Хаббард. Но сейчас не о ней, а сейчас об одном его изобретении очень классном, которое мне нравится и которое, изучая эмоциональный интеллект, я тоже очень сильно использовал в тренингах. Там есть такая вещь, эмоциональная шкала Хаббарда. От состояния экзальтации, полной эйфории, до состояния труб. Это достаточно серьезная шкала с очень многими засечками. То есть, там есть интерес, там есть спокойствие, там есть внимание, там есть равнодушие, там спор, горе и так далее. Так вот, по Хаббарду, и я это проверял на себе, если вы находитесь с человеком в разных эмоциональных тонах, то есть, если различия между вами, между ними больше двух, то конструктивного диалога не получится. То есть, предположим, если человек находится в состоянии скуки за ватерлинией нуля, а вы в состоянии ажиотаж, вы никогда его не вытащите из скуки туда, или вам придется потратить катастрофическое количество энергии для этого, которое, в общем, того не стоит. Для того, чтобы с ним наладить историю, нужно спуститься хотя бы вот и находиться на два пунктика рядышком. Или наоборот. И вот здесь я как раз о примере из жизни расскажу. Один момент, о котором спросил Марина, это как-то мне посчастливилось в постковидное время попасть в ЖКХ, когда стояли огромные очереди, я как послушный гражданин выстоял свои полтора часа, потому что войти туда невозможно было. Ну и вы представляете, насколько взвинченные сотрудники были в ЖКХ, то есть они времени часов наверное пять было, то есть вот с восьми утра, у них где-то через час уже заканчивается день, и на тот момент, когда я подхожу спокойно, я там слушал какую-то аудиокнижку, подхожу к окошку, я говорю, здравствуйте, у меня вот такой вопрос. А, какой у вас вопрос, что вам нужно? Я говорю, да понимаете, какая штука, не могу включить воду горячую, безобразие какое-то происходит. И я включился моментально, но мы вот по этой лесенке, мы совпали здесь, аккуратно, 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 аккуратно спустились к конструктиву. И там минутки через две мы уже достаточно спокойно разговаривали, причем на этом же тоне, ну там несколько других было инструментов, да, и рассказал о том, что я понимаю, насколько человек устал, что ценю его время, и что я время потерял. Да, мы так обменялись вот этой энергией и пришли в какой-то момент к конструктиву. Вот такая подстройка иногда тоже хороша, но когда вы понимаете четкую цель, да, то есть не когда вы собачитесь и идете дальше, а когда вы этот инструмент используете для того, чтобы привести коммуникацию в то русло, которое вам необходимо. Вот такой был случай, например. Да, и они достаточно часто интересны, особенно когда люди работают вот в автоматическом режиме и перестают контролировать свои проявления, то есть когда устают просто на работе. Просто тоже к этому с пониманием надо относиться. Вот, надеюсь, ответил. Да, спасибо большое, очень печальпующий ответ, по имени, спасибо большое. Спасибо. Па-па-па-па-па-па, Лена Дружкина, ваш вопрос там. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Я с Мариной когда отвечали на вопрос, отчасти затронули мою тему, с которой я хотела зайти, это вот про шкалу. И у меня такой вопрос, то есть у нас есть коммуникация либо прямая, диалог с конкретным человеком, либо маленькое количество людей, а есть коммуникация масштабная, то есть выступление какое-то, да, и вот вопрос по эмоциям и по темпу высказываний. То есть это вот есть какая-то универсальная формула, либо это надо отталкиваться только ну из себя и своих личных качеств, то есть так, как ты привык общаться, вот этот тембр, подач, то есть надо как-то эмоционально приукрашивать, чтобы привлечь внимание на массовых каких-то выступлениях. Вот это интересно. Лена, смотрите, да, здесь я вас, наверное, адресую на один из своих видосиков в Инстаграме, там вот из последних там рилсов, там есть несколько таких наборов, лайфхаков, как с этим быть. Это как раз та история, тоже три из главных законов логики речи, вот это тот инструмент, которому я обучаю в режиме онлайна и который, я уверен, будет полезным многим, там есть три закона. Это закон сверхзадачи, о котором мы говорили, то есть с какой целью вы идете в коммуникацию, закон сквозного действия, то есть через какие пунктики вы проводите аудиторию для того, чтобы она согласилась с тезисом, который вы несете, и это контекст, это вопрос того, когда вы учитываете, кто перед вами. И здесь я скажу так, позволить себе быть собой такой, как вам хочется, вы обязательно сможете на закате своей карьеры, когда ваш уровень экспертизы будет такой, что будут приходить за ней, и абсолютно все равно, как вы это будете говорить. У меня такой был преподаватель, приглашенный по философии в магистратуре, доктор философских наук, обладающий потрясающим объемом знаний. Но он так скучно об этом рассказывал. Это было невозможно. Я слушал безотрывно, потому что мне было интересно, потому что я редко мог бы попасть на специалист такого уровня тогда. Но согрупники мои засыпали через пять минут. Но это вопрос понимания ценности той информации, которую вы получаете от спикера. Если мы говорим о том, что вы выходите на широкую аудиторию и ваша задача завоевать ее, вам придется не понравиться аудитории. Нет, не поймите меня правильно. Нравится выходить с задачей, понравиться аудитории, это провал. Но подстроиться под нее, это возможно. То есть учитывать, кто перед вами. Если это студенты, это будет одна история. Это будет один набор кейсов, определенный вокабуляр. Если перед вами коллеги-женщины, это будет другая история. Это будет другой способ пристройки. Если мужчина перед вами, это будет третья история. И так далее, и так далее, и так далее. Обстоятельства я могу застраивать по-разному. Поэтому в данном случае любое выступление, это всегда музыкальная пьеса, которую вы пишете. Когда я говорю о коммуникации, мне лестно сравнивать речь всегда с джазом. То есть это такая штука, когда вы не играете одну какую-то мелодию каждый раз, а вы все время вступаете в некий джем с аудиторией. То есть вы понимаете, когда вы можете излагать информацию, а когда стоит ее немножко взбодрить, когда ее надо вытаскивать из этого процесса, когда к ней надо подластиться, а когда ее надо придавить. Это всегда определенная такая кардиограмма взаимодействия. Поэтому сказать, что есть что-то универсальное, вот универсальная штука, следите за своей аудиторией, будьте открыты к ней, будьте готовы к любым неожиданностям, при этом удерживая, естественно, стержень своего выступления, при этом удерживая определенное мета-сообщение, определенную подачу, с которой вы хотели сюда прийти. Но вы же над этим поработали заранее, с тем, как вы хотите себя преподнести. Это и внешний облик, это и манера речи определенная. Но быть готовым к тому, чтобы сыграть джем с аудиторией, нужно всегда быть готовым. Потому что, как мне кажется, не только в последнее время, а всегда ценилась открытость и искренность в спикере. Когда он открыт, когда он не защищается броней какой-то рамки, выбранной только им. Потому что тогда возникает вот эта корпоративная история. А, ну ты спикер, хорошо, мы слушатели, мы тебя послушаем. И получается какая-то такая мертвичина. Возможно, что ты прав. Возможно. Может быть, вы найдете такой способ идеальный универсального выступления. Но для меня всегда это как спектакль, который отрепетирован тысячу раз. И ты выходишь на площадку играть его в тысячу первый раз. Он всегда возникает, это рождается заново. Потому что этот взаимообмен энергетический с аудиторией, со зрителем, он всегда момент здесь и сейчас. Иначе это лекция. Иначе это не выступление. Правильно я вас поняла. То есть, особенно таким выступлением перед определенным количеством людей лучше посвятить какое-то время и именно уделить этому внимание. То есть, как будет выстроено, то есть, что хочешь от этого оттолкнуться, именно вот и подачей, вот как вы говорили, в 10 инструментах какие-то вопросы, паузы, вот это вот. Ну, то есть, это как вот спектакль получается. Совершенно верно. Вообще, опять-таки, вот в курсе по ораторскому искусству, в базовом, мы как раз охватываем всю эту историю. То есть, это и голосовые инструменты, это, как вы говорили, и темп, и тембр, и резонаторы, это и дикция, это и артикуляция, это и дыхание правильное, это и работа с контентом, это и работа с логикой, это паузы, интонации, акценты, это и работа с невербальной коммуникацией, то есть, каким образом вы себя ведете. Это жестика, мимика, положение тела, перемещение в процессе выступления. Тут очень много факторов, которые должны совпасть. То есть, это такая роза ветров, из которой создается именно ваша индивидуальность. И почему я люблю в этом смысле не занятия, почему я себя тренером называю, а не преподавателем, или педагогом. Потому что мне важно, чтобы, когда я вам даю инструменты, вы нашли, как у вас это работает, я повторюсь еще раз. Или, если я иду в индивидуальную работу, я с тупой настойчивостью кретина буду тащить вас, отметая лишнее и выбирая то, что нужно именно вам. Потому как наслушаться, набраться инструментов и использовать их, надеяться на то, что после этого все случится, невозможно. Здесь это длинный процесс, это процесс самоизучения. Конечно, хорошо, когда он происходит с кем-то, кто может отрефлексировать ситуацию, кто может разобрать ваше выступление, кто может посмотреть на него со стороны. Это может быть ваш помощник, это может быть ваш коллега, это может быть ваш партнер. То есть я не говорю о том, что нужно сразу нанимать специалиста за огромные деньги, которые будут вас обеспечивать. Но вот понять про себя в одиночку можно, сложновато. Но можно. И это процесс вовлеченный. То есть если вы готовы с этим работать, то человек, который будет со стороны показывать, он сильно в этом поможет. Если вы думаете вычитать и выбрать определенное количество лайфхаков, выучить их, применять, сложновато. Надо экспериментировать, надо собирать эту розу. Розу витру. Спасибо. Да, спасибо. Иван, рад вам. Добрый вечер, Александр. Очень приятно за приглашение. Спасибо за эту встречу. Какой у меня был вопрос? Скорее всего, уже частично они его ответили, когда отвечали на вопрос Юлии и Саеве. У меня был вопрос достаточно бытовой. Онотошел от темы ораторства и выступлений. Эротические вампиры. Когда ты подходишь к человеку близкому, и ты хочешь ему, например, поделиться своей радостью, и хочешь услышать от него обратную связь, только положительную, и счастье в его глазах должно быть. А этот человек зачастую такое бывает, что он из-за зависти из каких-то других помыслов может тебе говорить такие слова по типу «Зачем тебе это надо?» Ну, то есть после его слов тебе может быть не только хуже, тебе уже ничего не хочется, и твоя радость уже на уровень гораздо ниже. У меня вопрос больше заключается в том, как все-таки реагировать на эти слова и как не загонять себя, свою радость, свой позитив, как его не угнетать в данной ситуации. Хорошо, Вань, я попробую с нескольких сторон ответить. Правильно ли я понимаю, что речь идет о человеке, с которым вы коммуницируете постоянно, то есть на правах у вас нет возможности избегать коммуникации с этим человеком? Да, да, да. Хорошо, это вынужденная коммуникация, здесь один способ приятия. Мы не будем уходить в эзотерику, но я ограничиваюсь таким постулатом. Мы не выбираем своих родственников, они есть такие, какие они есть, и это ближнее окружение, и мы не в праве их менять. Мы не в праве, начиная с родственников, дальше заканчивая коллегами, дальше заканчивая аудиторией, дальше заканчивая всеми людьми, которые по кругам Донбара, если расширяться, с которыми вы просто так встречаетесь, вы не имеете права рассчитывать на какую-то их определенную реакцию. Вы можете предположить, какой она будет, но вы не несете ответ за их реакцию, потому что вы не знаете, что у этого человека сегодня стряслось. Поэтому мы в этом моменте существуем, но если вы понимаете, что есть опасность того, что человек от вам перед, ну, лучше поделитесь с кем-то еще. Либо выстроите уже эту броню изначально, потому что взаимоотношения, как с близкими, ну, как бы семейными, я имею в виду родителей, дети, так и с партнерами по отношениям, они, на мой взгляд, должны быть исключительно от любви, потому что как только люди начинают друг на друге оттаптываться, такие отношения надо либо пресекать, либо купировать, то есть сводить к минимуму, если это необходимо. В этом смысле, если это человек, который вам дорог, которого вы не можете от себя отодвинуть и не хотите, придется стать донором. Потому что с эзотерической точки зрения это ваш договор. Вы не просто так в этой жизни сошлись вместе. И тогда приходить к человеку, чтобы подпитаться от него, а с тем, чтобы его подкормить. Мне кажется так. И просто не надеяться на то, что каким-то образом это изменится. Если вы все время наступаете на один и те же грабли, скорее всего, так же и будет. Вы человека знаете. Особенно если он не готов работать над собой. Потому что многие люди находятся до преклонного возраста в позиции ребенка, которому все должны, у которого вокруг все виноваты, у которого все происходит из-за того, что и человек не готов поворачиваться внутрь себя и как-то себя менять для того, чтобы менялся мир вокруг. Один из моих учителей тоже говорил классную фразу, переворачивая стереотипный вариант. Мир такой, вот и мы такие. Нет. Мы мир такой, потому что мы такие. Не мы такие, потому что мир такой, а мир такой, потому что мы такие. Видите, мы выворачиваем эту историю наизнанку. Поэтому так, от любви. Просто не совершайте ошибку, о которой говорил Эйнштейн. Невозможно, делая все время одно и то же, получать другой результат. Очень маловероятно. Особенно, если человек не готов работать над собой. там рули отместить. Юль, могу вас попросить, пожалуйста, выключите микрофон, а то вы беседуете в сторону, а мы вас слышим. Спасибо большое. У нас попросили. Ничего. Юлия Саева, да, у вас поднятая рука. Еще вопрос? Нет, не опустили. Хорошо. Евгения Ващенко, тоже поднятая рука. Ребят, если вопросов нету, опускайте, потому что иначе тогда мы пойдем по второму кругу. Если поднятая рука, я вижу, что, вероятно, есть еще вопрос и будет история. Я вижу, да, давайте мы дадим возможность сейчас все-таки Жене я вроде бы вывел уже в эфир, послушаем ее вопрос, а потом у вас будет возможность задать вопрос. Александр, вы говорили сегодня, что в зависимости от уровня коммуницирующего своим человеком иногда приходится спускаться гораздо ниже того, на котором я общаюсь. Ну, как вы говорили, что если человек общается на мате, то иногда, может быть, есть смысл употребить и нецензурную лексику. Зависит от того, в зависимости от ситуации. Конечно же, я в своей жизни, как и многие здесь присутствующие, стараемся избегать от таких коммуникаций или же как-то ее по-другому вести. Ну, если взять из кейсов, как вот вы предлагали, вот у нас есть время это обсудить или нет? Да, у нас еще 21 минута. Вопрос в том, что однажды была ситуация, это постковидное время, когда уже, в принципе, вот этот метр от человека, в общем-то, не соблюдался, но в МФЦ очень жестко, когда я достаточно миловидно начала общаться с девушкой, она меня прям, можно сказать, прям рубанула, по-другому не скажешь, извините за это грубое слово. Ну и это несвойственно, конечно, мне, но я ей ответила ее же поведением. И тут человек стал просто душкой, лапочкой и всем остальным. Как вот может быть с такими людьми, есть ли другая какая-то возможность, чем показать им зеркально, отзеркалить их? Есть какой-то другой способ, более экологичный, чтобы повести себя в этой ситуации достойнее? Потому что мне, конечно, было некомфортно себя так вести, но я себя так повела. Да, я вам скажу, что отзеркалить это скорее такой псевдоэкологичный способ альтернативы нападению. Но он свойственен нам, то есть это уже свидетельствует о том, что вы подумали о том, что на человека можно не нападать, можно сделать по-другому. Для этого как раз существует такая штука, как подтекст. Это тоже один из инструментов логики речи. А подтекст это та штука, которая на 99% носит либо нецензурный, либо негативный характер по коннотации. При этом, используя абсолютно прозрачный, замечательный культурный вокабуляр, мы можем очень сильно ударить человека. Но это тоже вопрос определенный манипулятивный, то есть как можно зеркалить. Зеркалить можно по-разному. Эмоционально включиться в человека и отзеркалить его, чтобы он отстал себя, увидел. Или каким-то образом подковернуть вербально. Но здесь, мне кажется, самый правильный вариант, и это отчасти перекликается с тем, о чем говорил Иван, если вы не хотите вовлекаться в такую коммуникацию, это поймать себя, как человека интеллектуально развитого, в смысле интеллекта, эмоционально интеллектуально развитого, поймать себя на рождающиеся эмоции и проигнорировать этот всплеск. потому что ничто так не погашает агрессию в ваш адрес, как игнор. И пауза. Игнор и пауза, да? Это, скажем так, это один из в моменте способов. А говоря о том, как реагировать на таких токсичных людей и как парировать неудобные вопросы, этому тоже прямо есть целое ответвление в ораторском мастерстве. Я этому позвещаю несколько часов. Это работа с негативным собеседником и способы ответов на каверзные вопросы. То есть тут есть много тоже, я у себя в коллекции насчитал сейчас около 19 рабочих способов, как можно на это отреагировать. И со студентами мы их обычно проходим и тестим. Каждый для себя находит хотя бы 2-3 рабочих, которые откликаются именно ему. Проигнорировать, не дать человеку подпитаться, вы знаете, я это называю синдром бабушки у подъезда. Для чего они там сидят, почему идет вербальный вброс в спину, и почему вам очень хочется ответить грубо, потому что там цель зацепить, вывести на конфликт, потому что такого порядка люди, они выходят в социум в социум для того, чтобы подпитаться, для того, чтобы выбросить негатив, а на его место пришла чья-то чужая энергия. Я имею право говорить об энергии в коммуникациях, потому что действительно это такая вещь, которая очень сильно здесь курсирует, и нам надо это понимать, надо это учитывать. Еще раз говорю, по всей моей любви к эзотерике я ее сюда не тащу, но это взаимозависимые вещи, потому что как только вы дали человеку ниточку от клубка своей энергии, у вас клубок, а у него там предельный станок, он только туда попадает, моментально вас скачивает, потому что в этом его задача, а вы просто попались на удочку. Благодарю. Хорошо, Ирин, вижу, давайте Елену я выслышаю, если вы не против, она еще не говорила. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышно меня, да? Александр, хочу тоже поблагодарить вас за очень интересную встречу, и на самом деле было много вопросов, но частично на них ответили, уже задавали предыдущие участники встречи. Я бы хотела спросить вас, как вы выходите, что вы рекомендуете, если вы видите, что твой собеседник или партнер, твой сотрудник в данном случае в моем, он просто врет. Вот какой наилучший выход из этой ситуации? Ну, как вам сказать, я бы здесь, наверное, работал как с, ну, зависит от того, почему он врет, то есть тут надо разобраться. Он спасается, или он таким образом пытается вами управлять, или спровоцировать, я не знаю, потому что там всегда за лужью какая-то есть цель. Если вы вскроете цель, вам будет проще с этим работать. В этом смысле тоже, к сожалению, нужно научиться работать очень тонко, не обвиняя человека, апеллируя фактами. да, то есть и если это повторяется постоянно, более того, если у вас среди сотрудников есть люди, которые понимают, что это происходит, да, то есть какая-то поддержка еще, то есть смысл эту манипуляцию вскрыть и назвать вещи своими именами, да, то есть лучшая борьба с манипуляцией это обозначение этой манипуляции, да, то есть это происходит, ну, это так, потому что вот это, это и это, то есть важно только аргументировать свою позицию, не упрекать человека, да, повернуть его в эту сторону, чтобы он это увидел, да, или, опять-таки, главное, не обвинить, а доказательно продемонстрировать ему, что это так, потому что иногда человек может даже не знать, что он это делает и искренне верить в то, что он говорит, но это уже вопрос в определенной степени патологии, да, либо это манипуляция, когда человек это делает специально, а манипуляцию надо вскрывать, но как с этим бороться, посмотрите, потому что нужно смотреть на реакцию человека, всегда, как я вам говорю, почему я говорил, что любое взаимодействие это диалог, это стимул, реакция, стимул, реакция, стимул, реакция, если заканчивается у вас все время диалог на том, что он соврал, вы это проглотили, на этом закончился, это работающий паттерн, надо его нарушать, значит, нужно рассмотреть и расставить все по полкам и посмотреть, какая будет реакция, а исходя из этого действовать дальше, здесь тоже нет универсальной вещи, да, но как правило лучше пойти через прямой диалог, потому что, ну, через манипуляцию это скорее вы зайдете на его поле, я не знаю, насколько опытный манипулятор ваш сотрудник, но лучше открыть, особенно, которые можно подтвердить. Хорошо, спасибо, да, 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 спасибо. Спасибо вам. Ирина Леваконева, вам слово, видела я поднятую ладошку. Да, здравствуйте, я в отличие от, наверное, многих людей очень-очень редко выхожу в какой-то онлайн такую вот связь, и я даже не знала, как поднять руку, интуитивно просто махала в надежде, что вы меня увидите. Я смотрю, у меня желтый значок, тоже хорошо. Знаете, не знаю, конечно, это правильный вопрос будет по теме, но он меня как-то вот мучает. Я прошлые выходные провела в очень хорошей компании, зарядилась прям позитивной энергией, прям классно, все. И тут я прихожу на работу, и какие-то сыпятся прям вот негативные события, какие-то недовольные заказчики, бесконечный поток каких-то дебильных вопросов. Ну, я не знаю, как вот, может быть, стараться, не обращать на это внимания, как, не знаю, какие, может быть, можно использовать средства коммуникации с теми людьми, которые вот начинают как-то вот омрачать вот такое вот прекрасное состояние. Попробую ответить на ваш вопрос. Здесь, опять же, мы оттолкнемся от того, о чем я говорил Ивану, и от того, о чем я говорил Елене. есть несколько техник, которые позволяют эту энергетику сохранять, конечно, но важно понимать, что это ваш выбор, сливать энергию свою или нет. Потому что, как только вы поддаетесь на то, что вас подковыривают, включается вот этот ротор, да, человек оттягивает, вы наполнены энергией, вы как сочное яблоко, вы для вампира как розово-щеки-младенец энергетический. И вы либо позволяете эту историю осуществлять, либо нет. И здесь, ну, есть два пути. То есть, вы можете поменять просто вектор, не входить в ситуацию человека, а попытаться ее решить со своей, да, то есть, если вы наполнены, если у вас есть ресурс, да, есть очень классный способ, один из наших великих гуру коммуникации, обозвал его «отнасекомить». Хотя в психологии это носит, ну, определение рефрейм, да, но «отнасекомьте» ситуацию, да, то есть представьте человека, который является для вас проблемоносителем, человеком, который сейчас скачает весь ваш позитив, маленьким. Соответственно, энергии для того, чтобы решить его проблему, потребуется немного, а вас много. Это, кстати, тоже та техника, с которой мы работаем, когда люди выходят первый раз на площадку, да, ощущение себя большим, ощущение себя взрослым. Пока вы говорили, пришел мне как раз такой пример, кейс, у меня была девочка-ученица, она маленькая, метр пятьдесят с кепкой, рост, очень скромная, и была на позиции замруководителя. Она говорит, я не знаю, что с ним делать, я упахиваюсь, я делаю все, но мне так страшно, когда он на меня кричит, я так устаю от этого. И мы нашли такое решение классное, я говорю, у тебя дети же есть? Она говорит, да, у меня сын. Ну, ну, представь. Не боишься, когда твой сын кричит, да, ты же понимаешь, что что-то не так. Ну, представь, что вот этот орущий монстр, он просто маленький, у него тоже есть причины так себя вести, ты в этом не виновата. Он орет просто потому, что хочет орать, а не потому, что ты виновата в чем-то. И вот эта история, она очень сильно помогла, то есть, когда вы меняете немножечко призму восприятия, то есть, когда вы перестаете чужие проблемы принимать за свои. Это вообще еще один лайфхак в вашу копилочку. Очень хороший способ реагировать на агрессию. Тоже психологи знают, да, что агрессия, которая на вас выливается человеком, она вызвана вами в самом страшном случае, если вы нанесли непоправимый урон человеку и действительно его обидели, оскорбили и так далее, на 10%. На 10%. Потому что 90% взрыва, тротила этого, сидит в нем. То есть, он готов это сделать. И представьте, если объективно посмотреть со стороны, если ситуация такой коннотации не несет. Если вы действительно не приложили никаких усилий для того, чтобы раздражить человека. Просто значит, что вот эта чашка, она уже на 99,9% переполнена и ждет последней капельки, чтобы вылиться на вас. Вот в этом смысле не обтекайте, а превратите себя в некий платиновый кокон, по которому это стечет и вас не касается. Это проблема этого человека. И я решаю, хочу я помочь ему решить ее от добра и от большой позитивной энергии. Или я дам этому человеку отсосать мою энергию и солью ее на чужие проблемы. То есть, это вопрос как раз углозрения. Я понимаю, что когда вы ныряете, все мы через это проходим. Естественно, тут тоже нет универсальной вещи. Нужно просто пробовать искать, как у вас. Потому что все, все мы железно проходим через ситуацию, когда мы прилетаем из отпуска и через два дня мы, погружаясь в рутину, уже понимаем, что мы там не были. Несмотря на то, сколько мы там провели. Три дня, неделю или месяц. Но вот попробуйте в следующий раз таким образом посохранять энергию. Вы поймете, что сначала у вас хватит на три дня, потом на четыре, потом на пять. По глоточку ее смакуйте. Себе оставляйте любимым. Выбирайте себя, не давайте другим людям выдергивать из этого драгоценного сосуда пробку и хлистать направо-налево этой позитивной энергии вашей. Да? Спасибо. Спасибо вам. Деружинская, если я не ошибаюсь, дама из полумрака. Слушаю вас. Да. Добрый вечер. Александр, хотел бы спросить, как можно распознать манипуляцию? Может быть, есть какие-то маячки, на которые стоит обратить внимание и по ним будет понятно, что человек пытается в коммуникации вам манипулировать. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Здесь вы заходите на такое прям очень непаханное минное поле, потому что манипуляция это очень-очень длинная тема. то есть нельзя сказать манипуляция вообще, потому что только там вот навскидку мы можем взять абьюз, газлайтинг, еще несколько примеров манипуляций, которые бывают, способов манипулировать сознанием. Как распознать манипулятора, когда вам некомфортно? Это как раз к вопросу тоже об эмоциональном интеллекте. Мы когда работаем с ребятами на раскачку этой штуки, главная вещь, которую я прошу почувствовать, это когда, где, где та грань, когда вы еще ок и когда вы не ок. Вот каждому человеку хорошо бы вот эту грань, которая очень размытая у нас, мы очень поздно понимаем, что что-то пошло не так, когда нас уже не остановить. Вот в рабочей практике найти, где у вас именно находится эта грань, чтобы вы камертончиком своим чувствовали, ведь что такое эмоции наши? Самое простое это пример собаки. У них нету аналитического мозга, как у нас, ну, по крайней мере, он не настолько развит, он есть эмоциональный. Собака виляет хвостом, если ей не нравится, и рычит, ну, в смысле, виляет хвостом, если нравится, и рычит, если ей не нравится. То есть, таким образом, проявляя себя, вот так со мной нельзя, а вот так со мной можно, или наоборот. Мы не всегда это успеваем чувствовать, то есть, прислушивайтесь к себе, как только вам не окей, значит, что-то идет не так. И чем раньше вы почувствуете это, мне тоже понравился такой термин, который я подхватил и тоже использую, до того, как возникнет отвращение или раздражение или неприятие, у этой эмоции, вот если с шестерки мы идем туда, есть еще 5, 4, 3, 2, 1 от нуля. И вот хорошо бы ее засекать там, где 1 или 0,5, такая раздражулька. У меня ничего не произошло, уже раздражулька. Значит, стоит обратить внимание, что там происходит, то есть, чего от меня человек хочет. Он хочет, чтобы я выслушал, или он хочет на меня топтаться, или он хочет меня подковырнуть, или хочет, что ему от меня надо. То есть, попытаться, это как раз вторая ступенечка, когда я пытаюсь распознать, а что происходит с партнером, и как я это могу поменять. Иногда для этого достаточно просто человека выслушать. Не подпитывать, опять же, это предложение вступить в диалог. То есть, давай я тебя пожалуюсь, а в конце диалога ты еще и будешь виновата в том, что со мной происходит. Помните, это «Москва слезам не верит» замечательная история есть в исполнении Муравьевой. Очень короткая там история, к концу ближе пойду ее. Она говорит, ну, сначала вот это, потом появятся дети, потом появятся это, а потом еще и должен будет. Как ты должен? Ну, в смысле, потом еще и виноват будет. Как ты виноват? Ну, к тому моменту найдется за что. Да, вот манипуляция, да, в этом она строится. Поэтому, как распознать? Распознать на уровне тела. Я еще раз скажу. Психофизические существа мы. Мы не всегда это можем распознать мозгом, мы не всегда это можем почувствовать в эмоциональном плане, потому что манипулятор всегда гладко стелит. Мы можем не понять этого на психологических барьерах, потому что обертона, потому что интонации, потому что обволакивающая атмосфера, она располагающая. Но наше тело не даст себя обмануть. Оно начнет скукорживаться, оно начнет защищаться, оно начнет чувствовать себя некомфортно. Вот как только это происходит, вот это маячок, что перед вами манипулятор. По-моему, так. Друзья мои, у нас по запланированному времени осталось с вами три минуты, я могу еще пару в общем-то выделить, хотя вынужден сказать, что у нас сегодня с вами достаточно конструктивный был такой диалог, некоторые даже устали, убежали, но надеюсь, если интересно будет, пересмотрят. И я скажу, что для меня это действительно был такой хороший, очень душевный, открытый, включенный диалог, потому что я планировал тут записывать что-нибудь, у меня тут ну одна строчечка только есть, о которой мы в собственность поговорили. Значит, что встреча была действительно взаимно включенная, и мне было интересно. Я искренне надеюсь, что и вам я тоже был полезен, потому что я так думаю, что подчерпну много интересного из этой записи, когда ее пересмотрю. Ну и может быть, тоже ее выгружу, если Анастасия будет не против, чтобы вы могли ее пересмотреть, если вам будет интересно. И давайте в завершение тоже небольшая такая самореклама, но куда без этого. Я рад, во-первых, что со всеми вами познакомился, понимаю, что вы все достаточно далеко, славный город Саратов не близко от московской губернии, но какие способы взаимодействия со мной могут быть, если вдруг вам сегодня эта встреча была полезна. Во-первых, мы с Анастасией рассматривали вариант моего приезда к вам в гости, возможно, по осени с мастер-классом, но это зависит от вашей инициативы, то есть это может быть какая-то очная история, потому что я всегда за оффлайн взаимодействие. Но, несмотря на то, что я приверженец оффлайна, есть и форматы взаимодействия онлайн, тоже сейчас, если Анастасия позволит мне наши планы после 20-го озвучить. Да? Да. С Анастасией мы идем в личную работу, она сделала мне такое предложение, я очень этому рад и польщен, мы начинаем работать в частном порядке после 20-го мая, с любым из вас также я готов поработать, если есть определенные запросы, мы выстроим какую-то с вами стратегию. Или есть еще один вариант, который, скорее всего, у меня запустится в июне, это курс по логике речи, мы не раз об этом сегодня говорили, это как раз про донесение смыслов, донесение своей идеи коротко, весело и понятно до своей аудитории, собеседника и так далее. Это как раз те инструменты, которые мы сегодня с вами поднимали, это и вопрос тембра, это и вопрос темпа речи, это вопрос пауз, это вопрос акцентов, это вопрос интонирования, это вопрос поиска своей аутентики и в принципе своей речевой модели, которую вы можете выстроить, потому что этот продукт, он имеет несколько, как сейчас модно говорить, модулей, то есть вы можете пройти первую теоретическую часть, все освоить и сказать «Саш, спасибо, разбежались». Мы можем пойти дальше и отработать этот материал на ваших выступлениях или на тех речах, которые предложу я и можем закрепить его на художественной литературе или на создании вашего выступления нового. То есть тут несколько форматов взаимодействия, но на мой взгляд, что для любого человека социологической профессии это будет очень полезно как минимум для общего развития. Вот, самореклама и все. Анастасия, я так понимаю, что вам я передаю слово. Александра, у меня было несколько вариантов, как у нас сегодня завершится эта встреча. Я их все отметаю и говорю просто, если была возможность нам всем взять и поклониться как вот вашему мастерству, это просто было вау. Эта встреча стоила тысячу встреч. Пожалуйста, поддержите меня. Я просто вижу, есть люди, которые не из нашей гармонии, но к нам присоединились, видимо, по вашему запросу. И это было максимально полезно, максимально гармонично, исчерпывающе. Знаете, такое ощущение, что мы получили легмез не только по теме заявленной. Вы расширили наше самопонимание, самопознание, ответили на тысячу вопросов, которые даже не были заданы, но как-то это конструкт у нас уже какое-то имеет дальнейшее продолжение. Это было потрясающе. Я говорю за всех. Друзья, я просто понимаю, уважаю ваше время, понимаю ваш тайминг, и вообще это чудо расчудесное, что у нас так получилось. И да, у нас есть такие планы, и да, мы очень будем рады видеть на нашей садовской земле, покажем вам наши прекрасные волны и так далее. Я уверена, что это все случится, и хочу это как раз немножечко сделать анонс. У нас как раз три года нашему замечательному клубу будет в сентябре, и если у нас это получится осенью, это будет самый огромный лучший подарок, какой мы можем играть. Александр, низкий вам поклон, знаете, как сказать, огромное вам спасибо, мастер. Спасибо вам большое за лестные слова. Друзья мои, я благодарю вас за терпение, за то, что полтора часа сегодня мы провели вместе. Давайте подкормим соцсети, дружно помахаем друг к другу. Да, спасибо. Александр, еще момент такой, обмен энергии, я всегда за это. Друзья, пожалуйста, отметьте нас в соцсетях, пока у вас есть вот этот энергетический запал, что самого важного вы услышали, за что вы благодарны, на что открылись глаза. Отметки в Инстаграме, ВК, любые площадки будут только приветствовать, с тобой, Александр, вы будете совершенно не против. Нет, всеми руками за, пожалуйста, да, и заходите. Я в последнее время, несмотря на то, что очень не люблю вести соцсети, я стараюсь каким-то образом впрыскивать что-то полезное, что происходит в моей жизни и в соцсети. Надеюсь, что и на страничке на своей что-то интересное вы для себя найдете. В смысле, странички на страничке моей интересные для себя. Спасибо вам огромное еще раз. Да, и хорошего вечера. Надеюсь, до встречи. До новых встреч. Пока. Пока.